добрый вечер дорогие друзья как-то раз я обратился к своим друзьям художникам сказалось бы на первый взгляд очень простым вопросом как я могу понять что произведение искусства в частности вот картина допустим художника у нас вот критерий насколько она вот хорошо их ответ меня практически поставил в некий ступор я не мог длительное время вот этот ответ даже как следует переварить сказали они мне следующее дабы не вдаваться в подробности любую картину можно оценить по одному единственному параметру нравится или не нравится впоследствии конечно я совершил своего рода ошибку и попросил их объяснить мне значение картины которую я не совсем понимаю ну допустим сам себя перебью есть работа которые просто радуют глаз это гоген особенно его таитянский период это ван гог с его гениальным безумством вот этих цветов фактур вот и есть картина малевича в частности мы говорим о работе черный квадрат которая практически взорвала умы настоящих почитателей творчества вообще искусства в принципе по определению вот в масштабе если взять так вот они мне начали про эту работу про черный квадрат малевича рассказывать значит после через два часа после начала их лекций когда они начали углубляться в такие потаенные уголки подсознания я понял что проще и безопаснее для человека как бы неопытного остановиться на критерии нравится или не нравится проведем параллель с клинковыми бритвами всегда в любом случае всегда мнение моё и мнение любого другого человека который с кем-то этим мнением делится она исключительно субъективное как я могу дать объективную оценку вот я я пытался посчитать сколькими бритвами мне удалось побриться ну и конечно не тысячи но сотни наверняка большинство из этих бритв я брился впервые после заточки естественно есть такое понятие рабочий диапазон когда бритва в этот рабочий диапазон она выходит там после третьего после четвертого бритья это всем известно я думаю тем кому неизвестно я расскажу буквально две секунды поразвлекаю вас бритва после там второго или третьего скорее всего бритья она выходит на свою рабочую на свой рабочий диапазон в этом рабочем диапазоне она работает достаточно длительное время если соблюдать определенные правила правила эти простейшие вовремя бритву править не оставлять ее в сырой среде вот иметь правильный ремень и правильно править это немаловажно первое бритье вот прям с камня то есть сразу после заточки оно естественно оно будет с одной стороны оно будет более агрессивно чем последующие чем последующие в любом случае но единовременно с этим ярче всего раскрывается потенциал самого металла то есть как он эту заточку берет как он ее вбирает как он ее как он ее трансформирует затем сам рез вот этого волоса соответственно я ничего нового здесь не скажу парни которые бреются запросто подтвердят мои слова за очень редким исключением вот эта фраза вероятно она должна стать практически краеугольным камнем в умах каждого человека который только приступает либо уже имеет какой-то опыт в бритье клинковой бритвы и так за очень редким исключением я стараюсь очень точно выстраивать подбирать слова дабы передать в полной мере то что я хочу сказать и так за очень редким исключением а исключения эти составляют откровенный брак производства то есть это плохая сталь термообработка нарушение геометрии вроде как бы и все ну и естественно коррозия и так вот за исключением вот этих факторов каждая бритва пригодна для бритья вы должны четко это правильно понимать любой размер любой размер любая геометрия любая форма любая выборка всем этим человек который имеет представление о том как это нужно делать он в состоянии побриться естественно переменных тьма начиная от того достаточно ли бритва заточена то есть остро для того чтобы побриться распарено ли лицо какая щетина это все второстепенно но по сути дела вот самое масштабное понятие то что она пригодна для бритья конечно же мы с вами стремимся пытаемся найти какой-то идеал стремимся к этому идеалу но мне кажется нужно оттолкнуться именно от того что каждая бритва она пригодна для бритья естественно есть ну скажем так опять же таки я человек в этом деле опять же таки моему мнению нельзя доверять потому что я я люблю их все каждую из них для меня все эти пьедесталы лучшие позиции там какие-то топы это все это не мое я не могу в этом принимать участие и я не могу ничего называть потому что вот чем дольше это все продолжается для меня тем больше это становится моей жизнью и тем больше я понимаю что каждая из них она настолько имеет свой собственный характер нельзя даже сравнить их нельзя при всем при этом они все пригодны для бритья у нас сегодня естественно вещь эстетически привлекательная как опять же таки любая другая бритва это вещь это вещь вещь именно но вещь как такая прекрасное творение рук человеческих которая конечно так или иначе нам удовольствие доставит и это тоже самая приятная вещь вернее одна из приятных вещей бритья именно клинковой бритвы когда вы берете бритву в руки и вы получаете моральное удовлетворение просто от того что вы держите красивую вещь в руки не найдется того кто скажет что эта вещь некрасивая потенциал этой вещи кто скажет кто скажет никто не скажет вот берем и бремя и 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 опять же таки к счастью так случилось что у меня есть физическая возможность попробовать какие-то вещи достаточно такие редкие и не распространенные вот но опять же таки мы с вами прекрасно понимаем одну простую вещь какой бы красивой она ни была если вы не коллекционер это тоже важно учитывать у меня были заказчики которые не брились никогда в жизни у которых огромные коллекции люди просто получают удовольствие от созерцания вещи в своей коллекции и такое тоже было и это неплохо деньги которые можно было бы потратить на спиртное или на запрещенные препараты люди тратят на коллекции и опять же таки по логике вещей благодаря вот коллекционерам у нас есть возможность держать в руках подобные вещи правильно ну логично ладно первый выстрел и 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 бриться из всех возможных это был жильфрер в размере там 6 восьмых с двумя плюсами или 7 восьмых но она работала и наверно повторяюсь она работала комфортно в перебор мне вот такое тоже не очень нравится она она просто вот меня в частности вот она действительно вот как сергей бавильченко говорил как мама ладошкой вот она работала именно так но мне такое тоже не очень вот бритва вот это она имеет прекрасный прекрасный сбалансированный рез очень хорошо она и прощать будет и обрабатывать хорошо очень чисто она все это делает очень чисто очень хороший рез к счастью я могу привести тысячи примеров бритв которые будут работать точно также просто-напросто точно также здесь все остальное мы уже погружаемся в некие такие очень тонкие нюансы очень тонкие моменты и это тоже важно понимать вот вы задумаетесь как сделать полную выборку здесь выборка естественно наиполнейшая бритва очень звонкая вот как сделать полную выборку на полотне в 8 восьмых вот над этим надо задуматься конечно же и наши вот в частности импортные коллеги очень часто поднимают вопрос о том что среди филармоник очень часто попадаются бритвы кривые то есть геометрия они имеют как бы волнутость вот в этой как бы оси не знаю как ее назвать сагитальная вертикальная ну вот то есть создать такую вещь технически сложно она работает да как бы вопросов нет но ну а как она должна еще работать вроде же все уже взрослые мальчики и девочки по нему прекрасно понимаете что ну чудес как бы кроме чудо любви и ну я вот совсем недавно узнал как главное чудо для меня было как в карамельке повидло заливает вот если вы не знаете вот вы задумайтесь над этим а эта вещь она как бы плохо работать не может по определение я как-то об этом уже говорил когда мы имеем скажем так внушительный размер при полной выборке полотна это наверняка успех скажем так бритва которая которую я подарил дружбану своему сане ну она тоже как бы имеет приличный размер там у нее 23 миллиметра она по качеству реза не уступает как для меня вот я всегда буду такие поправочек бритва 69 киры сар который сейчас у меня имеется продается в размере 24 миллиметра никого не хочу обидеть вот вот идет в 7 восьмых 8 восьмых я не 15 16 я не буду указать я буду писать просто в миллиметрах а вы сами для себя определяете какой то размер и так вот в размере 24 миллиметра она по качеству реза тоже ничем не уступает но это все это все мы сравниваем вещи плюс минус если если опять же таки мы будем говорить о исключительно ходовых качествах данных инструментов инструментов а не о том какую политику маркетинговую ведут относительно тех или иных производителей это тоже очень важно у всех на слуху я думаю английская мануфактура вейден бучер они как бы стоят прилично зайдите на любую торговую площадку это все видно не могу сказать что меня заваливали этими бритвами но какое-то количество я в руках подержу я заявляю с полной уверенностью каждая вторая бритва из них кривая и ни одна из этих бритв меня в работе не впечатлила каждая из них бритью пригодна но какими-то вернее не так неправильно извините ни одна из них мне не подошла вот абсолютно будет такой как бы корректный и верный ответ на это филармоника работает прекрасно на мне вот как бы это не гиго звучало гравюра работала не хуже экстра работала не хуже то есть тут опять же таки важно найти поймать то что подойдет именно вам поэтому заслуг александра ильича подоляна это не умаляет ни в коем случае саня огромное человеческое спасибо земной поклон это редкая вещь и от души я рад такой возможности дабы составить для себя представление и от этой вещи она будет работать роскошно и опять же таки вы поймите поймите правильно этот момент значит прелесть всего происходящего состоит в том что ни одна она такая прекрасная вот так вот то есть их еще к счастью к огромному счастью их еще приличное количество да я сегодня как бы я не но оставил без внимания остальных участников нашего этого фестиваля прекрасный помазок по-прежнему по-прежнему прекрасно ничего не меняется синтетика 30 миллиметров которую мне подарил макс за что ему огромное спасибо макс огромное тебе спасибо опять же таки вот ну красота сердце поет мы модерами кстати мне тоже подарили как и чашу условно пешнянскую по факту львовскую вот так чисто бомж ничего святого а на продукту Продолжение следует... Продолжение следует... Ваши инструменты работают не хуже По качеству работы непосредственно Они как бы мне не уступают ничем Поэтому, друзья, вы можете спать спокойно Как, в общем-то, и любые другие, у кого есть клинковый... Друзья, спите спокойно Я сейчас сплю великолепно Моя душа спокойна Мне... К счастью, мне за себя не стыдно Я делаю все возможное для того, чтобы Жить достойно самому И хотя бы в какой-то степени Ну, я не знаю Не то, чтобы сделать вашу жизнь лучше, но... Одним словом Чем могу, помогу И все это, опять же, такие Благодаря людям, которые меня воспитывали Прежде всего Естественно, как бы это мои родители И... Мой старший брат Который практически везде Меня за собой тягал Друзья мои Мой наставник Сон Томас НХС Очень многое научился этого человека Дорогой наставник Всего наилучшего Поэтому Это... Это бесконечно Бескрайние горизонты На самом деле Бескрайние горизонты И очень здорово, что вот Появилась в жизни вот такая забава По этой бритве непосредственно Еще один нюанс Я не знаю Ну, как его к нюансу Отнестили Не к нюансу Рукоять тяжелая По моему Субъективному мнению Как бы чуть-чуть Баланс забивает Конечно, это не критично Хотя, естественно Я отдаю себе отчет В данном случае Мы имеем дело С Таким полноразмерным полотном Спина здесь Я думаю Семерочка светит Вообще Можно и к бабке не ходить И Рукоять под стать Но Кажется, что Такой как бы Звенок баланса Работает великолепно Продолжение следует... И мне и ей все равно Потому что пена уже высохла Продолжение следует... 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 Остроты и комфорта... Все как мне нравится... И чувствуется, что вы бреетесь... При этом, естественно, у вас никаких раздражений... Ничего этого нет... Все в четкой пропорции... Очень хорошо, чисто работает... Я момент не форсирую... Работаю сдержанно... Первый проход... Основное все снял... Так... Без фанатизма... Второе почистил... Третье прибрал... Все... Бритье закончено... И вот опять же... Такое... Скажем так... Сомнительное заключение... Как бы вы не были хорошо выбреты... Так... Вот я не знаю... У кого как... Вот... В начале репортажа... Пока я не намынулся... Вот было видно... Это я просто... Вчерашнее бритье пропустил... То есть... Мы имеем... Практически... Ну... Наверное... Чуть меньше чем... Ну... Ладно... Двое суток я не побрился... Вид уже абсолютно нетоварный... И по большому засчету... Этот нетоварный вид был уже... Сегодня утром... То есть... По факту... Для того чтобы... Держать марочку... Надо все-таки бриться... Друзья... Каждый день... Поэтому тут дело такое... Друзья... 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 по акустическому наполнению сразу проводится параллелем есть ролик там парень путешествует по разным цирюльням и его там бреют и попал он где-то но я так подозреваю что в италии попал в брендовую цирюльню прораса и там его дядечка такой уже почтенного возраста брил именно вот такого плана физгармонии но у него была родная рукоять там по моему голубого цвета и по моему не буду утверждать но по моему носик был круглый но акустическое наполнение было очень схоже а кистина а а и а и Продолжение следует... Продолжение следует... Для любителей изысков сделаю небольшое рекламное объявление. Начинает движение в мою сторону из Франции полноформатный, полноразмерный, абсолютно безхвостый французский клип. Вот. Почитайте про них. Это именно вещь для гурманов, для таких, что для всех скрипки, а для реальных пацанов барабан. А вот это как раз и с той области. Состояние у нее потрясающее. — Продолжение следует... Ну вот мы, собственно, закончили Вот так вот усилим эффект Безусловно, прекрасная вещь, безусловно Прекрасная Отлично, что в таком достойнейшем состоянии до нашей дни дошла Рад за Александра Это отличная вещь в коллекции Тут и внешний вид, и ходовые качества Все на уровне Ну, собственно говоря, как по-другому Исключительно побрился Исключительно Освежаемся табачком и все на этом Вот грустенький Просто прекрасно На этой оптимистической ноте прощаемся Ненадолго Спасибо за внимание Безо всякого По любым вопросам обращайтесь Чем сможем, поможем Потому что нам это в радость Все, друзья Еще раз Всего вам наилучшего До скорой встречи в эфире Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...